GMC Hummer EV. Бешеный успех и новые подробности о железе и проходимости. Корпорация General Motors раскрыла дополнительную информацию о своем первом электрическом пикапе GMC Hummer EV, которая позволяет понять, почему он так дорого стоит. GMC Hummer EV веряет на самая громкая автомобильная премьера этого года. Количество публикаций о ней в сети зашкаливает, даже новый Ford Bronco вызвал меньше ажиотаж. Это потому, что Bronco при всех его технических и эстетических достоинствах представитель старой бензиновой эпохи. А GMC Hummer EV – электрическая машина будущего, умело тем не менее вобравшая в себя традиционные ценности американского автопрома. Большой, длина 5507 мм, колесная база 3445 мм. Классно выглядящий, практичный, многофункциональный и щедро оснащенный. Напомним, что первой в продаже осенью следующего года поступит самая мощная и дорогая версия пикапа под названием Edition One. Три электромотора, один на передней оси, два на задней. Совокупно выдают 1014 л.с. Крутящий момент на колесах 15592 ньютон на метр. Запас хода на одной зарядке – 350 миль, это 563 км. Цена – 112 595 долларов. Всего за 10 минут после презентации весь тираж Edition One был распродан. При этом GM не сообщает, сколько именно она собирается выпустить экземпляров Edition One и сколько было желающих. Ясно, что тем, кто еще не успел оставить заявку, свой электрический Хаммер придется ждать долго. Наиболее доступная двухмоторная версия Хаммер EV 634 л.с. 400 км на одной зарядке за 79 995 долларов появится в продаже лишь весной 2024 года. Между тем, компания Tesla просит за топ-версию своего электрического пикапа «Кибертрак» всего 69 900 долларов. За базовую версию – 39 900 долларов. Производство должно начаться в следующем году. Казалось бы, GM проиграла ценовую войну, чистую. Однако, ответить на этот вопрос сложно. Заметим лишь, что Tesla пока так и не ответила на вопрос, как она собирается сертифицировать бронебойный кузов своего пикапа и проходить тесты на пассивную безопасность. Есть большие сомнения, что «Кибертрак» пойдет в серию в том виде, в каком он был презентован, его размеры уже были скорректированы, а многие технические характеристики остаются засекреченными. В том, что General Motors выпустит свой GMC Хаммер EV в заявленном виде и в срок, мало кто сомневается. Вдобавок, многим потенциальным покупателям электрических пикапов, не нравится стиль ведения бизнеса Теслы, без дилеров и нормальной обратной связи. У GM в этом смысле все по-старому, ни к чему привыкать не надо, нет никакой нервотрепки. В течение суток после премьеры GM выпустила несколько дополнительных пресс-релизов, посвященных техническим особенностям GM Хаммер EV, которыми мы хотим с вами поделиться. В основе пикапа лежит представленная еще весной модульная электромобильная платформа, на которой GM создаст десятки разнообразных моделей, в том числе большой кроссовер Cadillac Lyric, разработанная совместно с LG Chem 800 вольтовая литий-ионная батарея Ultium с низким содержанием кобальта. Это позволяет уменьшить цену. Обратите внимание на внушительную высоту лонжеронов. На весенней презентации платформы батареи были более компактными. Максимальная мощность зарядки батареи 350 кВт. На такой мощности пополнить запас хода на 100 миль 161 км можно всего за 10 минут. Емкость батареи GM не раскрывает. Сверху и снизу батарея защищена прочными металлическими листами, которые попутно увеличивают жесткость рамы накручения. Версия Edition 1 оснащена регулируемой в ручном либо автоматическом режиме пневмоподвеской. Дорожный просвет варьируется в диапазоне от 257 до 404 мм. В ход подвески двойные поперечные рычаги по кругу 330 мм. В верхнем положении кузова, то есть при клиренсе 404 мм, угол въезда составляет 49,7 градуса, угол съезда 38,4, угол рампы 32,2 градуса, глубина преодолеваемого брода 808 мм. При этом надо понимать, что в верхнем положении кузова ход подвески будет практически выбран, то есть ехать быстро в таком положении нельзя, но для покатушек по коням и косогорам очень популярно в Америке, этого и не требуется. Вся дистанция проходит соплоском. Для подобных трофей очень пригодится также функция регулировки давления шины салона и 18 камер кругового обзора, две из которых расположены прямо под днищем, имеют защиту от повреждений и омыватели. Для штурмов бездорожья идеально подойдет режим езды в одну педаль, это когда при отпускании акселератора происходит активное замедление вплоть до полной остановки, таким образом можно точнее управлять мощностью. На передней оси с единственным электромотором имеется межколесный дифференциал, который по команде электроники может быть заблокирован на 100%. На задней оси, где два электромотора, дифференциал не нужен, скорость вращения колес регулируется электроникой. Вдобавок задние колеса могут поворачиваться в любую сторону на угол до 10 градусов. Это обеспечивает диаметр разворота на уровне компактной малолитражки 11,3 метра, улучшает управляемость и дает дополнительные преимущества на бездорожье. Например, передние и задние колеса можно повернуть в одну сторону и двигаться вперед по диагонали в так называемом режиме краба . Мощные буксирные проушины и универсальные 35-дюймовые шины Goodyear Wrangler Territory MT входят в стандартную комплектацию. В виде опции предлагаются 37-дюймовые шины и около 200 аксессуаров, в том числе лебедки и дополнительная светотехника. Составной задний борт его можно превратить в лесенку и съемные секции крыши, их можно сложить в передний багажник. Классные фишки, но вот возможности снять двери, как у Ford Bronco, электрический Hummer не предлагает. Любопытно, что GM не афиширует грузовые возможности своего пикапа, грузоподъемность, объем кузова, масса буксируемого прицепа. Вероятно, потому что GMC Hummer EV адресован в первую очередь частным клиентам, а не коммерческим структурам, для которых это важные бизнес-параметры. Ясно, что практически любой жилой трейлер электрический Hummer увезет, а для бизнеса General Motors готовит другие модели, в том числе электрический фургон. То есть GMC Hummer EV не следует рассматривать как конкурента будущему электрическому Ford F-Series и уже представленному Lordstone Endurance, которые ориентированы преимущественно на коммерческий сектор. Отсюда меньшая мощность, более скучный дизайн и более доступная цена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok